Улица Бабича в Дзержинском районе стала источником повышенной опасности. Мэр города принял решение о строительстве участка дороги, который сможет решить возникшие проблемы. Тему продолжит Румиусупова. Для жителей северного жилого района поход к врачу порой сродни экстриму. Чтобы попасть в девятую больницу, им приходится сначала лавировать среди потока машин, идущей через дворы, а затем и вовсе пробираться по бездорожью. Дело в том, что улица Бабича, которая связывает жителей этой части Брагина с больничным городком, резко обрывается и превращается в дорожный тупик. Путешествия по данному отрезку и в снег, и в слякоть чреваты для пешеходов и водителей неприятностями, а порой и вовсе приводят к травматизму. У меня есть постоянное обращение и наших сотрудников, и наших пациентов на то, что тяжело добраться до лечебного учреждения. То, что травму получают, сам факт, нам потом приходится долечивать этих пациентов. Таких пациентов достаточно много. Нам не хотелось бы лечить больных после травмы только из-за того, что они идут по автомобильной дороге, а не по пешеходным тротуарам, которые идут на подъездах, в том числе к 9 больнице. Те дороги, которые есть, это 29 линия, которая идет у нас в 9 больнице, ее пропускная способность не соответствует нормам, что приводит, конечно, и к аварийным ситуациям на дороге. И пешеходы зачастую из-за того, что проезжая часть сужена, им приходится идти по проезжей части. Травматизм в основном из-за того, что в основной поток транспорта, так как нет связи с Тутаевским шоссе, идет через дворы. И там, конечно, пропускная способность их очень мала. И, соответственно, зачастую у нас возникают и аварии, и попадают люди под транспорт. Мэр города принял решение сделать участок дороги, которая соединит улицу Бабича с больничным городком и с Тутаевским шоссе уже в этом году. Идет работа над проектно-сметной документацией. Вопрос в том, хватит ли на это у города финансовых резервов. Речь идет о новом строительстве участка дороги улицы Бабича до Тутаевского шоссе. Протяженность около 800 метров. Это четыре полосы с освещением, которое будет нас связывать и Ленинградский проспект, и Тутаевское шоссе. Ориентировочная цена предварительная – это порядка 110 миллионов. Все-таки цена здоровья наших пациентов намного дороже, чем кусок асфальта, который необходимо будет положить на этом участке. Решение о финансировании строительства дороги очень важен для города. Это не только безопасность пешеходов и транспортная развязка, но и средства для дальнейшего развития района. Румею Супова, Максим Сушанов, Городской телеканал.